Всем добрый день, меня зовут Гринверк Елизавета, и я вам расскажу про сквозную аналитику. Я работала в крупных e-commerce в России, в Юлмарте, 220 вольт, в Mellon Fashion, и мне удалось столкнуться с аналитической инфраструктурой, которая там есть, и сделать решение, которое гораздо лучше работало, чем то, что там было до моего прихода. Собственно, аналитика у нас делится на много составляющих. Скажите, кто в зале работал с мобильной аналитикой? Поднимите руки. Не так много. Кто из вас работал с десктопной аналитикой? Гораздо больше. Обычно аналитика идет в купе. Мобильная и десктопная аналитика работают нераздельно, поэтому очень важно строить сквозную аналитику, где мы видим весь поток пользователя, когда он касается и с десктопом, и с мобильным сайтом, и с колл-центром, и с мобильным приложением. Собственно, как компании доживают до зоопарка источников, и как они в итоге приходят к сквозной аналитике? Компании проходят несколько этапов при построении аналитики у себя в компании. Сначала это маленькие, малюсенькие интернет-магазины, в которых появляется сайт, они вешают туда обычные счетчики-аналитики, подключают самые простые каналы коммуникации, контекст, и начинают трекать все через UTM-метки. Следующим этапом компании начинают развиваться, подключают триггерную коммуникацию, подключают различные партнерские сети, и начинают увеличивать свои, строят расширенную электронную коммерцию, ставят счетчики Google Tag Manager. Я не буду углубляться в каждый из инструментариев, могу впоследствии вам рассказать, чтобы не тратить на это время. Затем следующим этапом компании вырастают, это появляется...